Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре прошел второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота» в памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта. Какие награды завоевали самарские спортсмены? Что нужно делать для развития спортивной борьбы в Самарской губернии? В нашей студии Александр Живайкин, президент Федерации спортивной борьбы Самарской области. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Александр Иванович, добрый вечер. Я искренне рад вас видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, турнир закончен. Очень хорошо можно выдохнуть. Немножко грустно, да. Немножко грустно, конечно, потому что готовились долго. Конечно. И даже не полгода, а полтора года. Потому что первый турнир у нас прошел в 2019 году. И по планам, безусловно, мы надеялись, что он традиционно будет каждый год. Но пандемия внесла свои коррективы. И у нас сейчас, к сожалению, только был второй турнир. Но при этом, я честно скажу, праздник спорта, праздник борьбы не только для Федерации Самарской области, он состоялся. Именно на территории Самарской области. Александр Иванович, тут вы знаете, какой момент-то очень важный. Очень хорошо, что состоялись сами по себе эти спортивные соревнования. Потому что, несмотря на пандемию, несмотря на всю ту обстановку, они очень нужны. Они психологически нужны людям. И сейчас я просто представляю, насколько это сложно провести. Вы правы. Были дополнительные затраты. Мы, безусловно, все требования исполнили. Но, с одной стороны, участники и тренер, они уже все практически привиты. То есть спортсмены все привиты? Да. И, пользуясь случаем, безусловно, я еще раз для жителей Самарской области хотел бы попросить не обсуждать вот эти всякие непонятные, непонятную информацию в социальных сетях. Однозначно, на сегодняшний день, чем быстрее мы привьемся, тем быстрее такие мероприятия смогут посещать жители Самарской области. Вот проблема была. Нам приходилось буквально придумывать, как же все-таки смогли бы жители Самарской области не только посмотреть на этот турнир. Ну, слава богу, новые технологии не стоят на месте. И мы к ним обратились. Ссылочки, рекламный материал был достаточно неплохой. И администратор в социальных сетях на момент открытия нам даже объявил о том, что нас смотрит более 90 тысяч зрителей. По всей стране? По всей стране. Вот такой возможности еще не было у него посмотреть. Это вот только в Самарской области. Да вы что? А вечером, когда первый день соревнований закончился, ко мне подходили тренеры. Говорит, Александр Иванович, а мы не поймем. Нам говорят, смотрели открытие нашего турнира. Вроде как это так? Я говорю, ну, через социальные сети, через те ссылки, которые зашли. Так приятно, особенно ребята. Они вечером сидят, разговаривают со своими родителями. Я говорю, я тебя видел. А родители говорят, а я видел, что было. Да, твою схватку видел. Это же очень здорово. Не всегда, вот я вспоминаю в свое время, отец у меня стремился побывать на соревнованиях, которые там, на территории Самарской области. И то не всегда это удавалось. А сейчас через новые технологии, через интернет, есть возможность понаблюдать за своими детьми, поболеть за них и попереживать потом уже, когда они приедут. Ну, вот мы немножко отошли от турнира. Вообще, я хотел рассказать об идейном вдохновителе, об идеологии данного турнира. Он же не просто так в себе взял и родился. Новая высота. Вот этот человек, непосредственно, про которого я начал говорить, это Александр Александрович Карелин. Герой России, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы. Человек, который был очень хорошо знаком с Игорем Александровичем Навином. Это заслуженный строитель Российской Федерации, который за 70... Знаете, вот такое стечение обстоятельств, он ушел из жизни в 70 лет. Построил 70 храмов. 70 храмов. 70 храмов. 70 лет. И один из них находится за рубежом. То есть, понимаете, вот такую влепту он внес в развитие духовности на территорию нашей страны. Трудно переоценить. Да. Причем это же из тех заработанных средств, которые заработала его компания. И насколько, скажем так, какой дух в самой компании он создал. То есть, никаких возражений же не было. Какие взгляды на жизнь лично у него были? Да, да, да. Недавно вот у нас презентация фильма была, премьера фильма о нем, которая недавно в Москве прошла. А вот буквально за два дня до турнира она проходила здесь у нас в кинотеатре художественном. Очень глубокий фильм. И вот люди, которые, скажем так, сомневались в себе, там, своих возможностей каких-то. Вот он помогает на примере, жизненном примере вот именно Игоря Александровича обрести веру. Веру в Бога и самое главное, самое главное, веру в себя. Одно без другого, кстати, не бывает. Да, и понимаете, когда вот он уже заболел, серьезной болезнью, он вообще всегда оказывал помощь спорту, федерации борьбы. И вот когда, скажем, он приболел, попросил Александровича, скажем так, вот эту помощь после него, как-то, чтобы она жила. И Александр Александрович предложил именно нашей федерации, здесь, в Самарской области, по той причине, что Игорь Александрович, он здесь много сделал, он свои, так сказать, начинания как профессионала тоже зарождались у него в Самарской области. Потом он был переброшен на БАМ, и там практически с нуля выстроил эту дорогу. Ну, закалка, понятно, откуда, БАМовская закалка, да. Я с ним не очень много был знаком, но те встречи, которые мне удавалось с ним провести, это вот, что Сан Саныч, что он, это такая энергетика мощная, просто мощная. И хватает потом на очень долго. И аудитория, в которой они находятся, заряжается энергией. И очень приятно, вот, давайте так, с федерацией спортивной борьбы в Самарской области повезло. То есть вот Сан Саныч эту идею именно предложил сюда, тоже скажу почему. Идея именно турнира, да? Да, потому что три года назад, как раз вы помните, к нам вернулся Дмитрий Игощазаров. И Дмитрий Игощазаров, он вообще, в принципе, очень серьезное внимание уделяет развитию спорта, занятий жителям Самарской области, спортом именно. Детский спорт. Детский спорт, в первую очередь. И Сан Саныч четко понимал, что при этом губернаторе будет оказано должное внимание именно этому турниру, если мы тоже со своей стороны подойдем ответственно и покажем масштабы этого турнира. Давайте вспомним, вот, первый турнир в 2019 году, как сейчас помню, нам было подарено три ковра. Дмитрий Игощич, Сан Саныч, Вячеслав Валентинович, Сонин, на сегодняшний день представители Балтийской строительной компании, Волга Трансстрой, они подарили три ковра. Я помню, эти ковры, я туда пришел и видел их. Для нас это ковры золотые. Конечно. В каком смысле, я понимаю, понятно, не в прямом. У нас после вот этих соревнований, после открытия турнира, тогда присутствовало 26 субъектов. То есть мы уже сразу дали понять, что это серьезное мероприятие. Было 202 человека участника, да, и прямо сразу после этого турнира на Самарской Федерации приросло победитель России 2 в 2019 году и в 2021 году. Победитель Европы, первенство Европы, 2 золота и мира одно. То есть, понимаете, у нас 30 лет таких достижений не было в Федерации спортивной борьбы. Вот один такой мощный приезд, один такой мощный турнир способствовал, во-первых, тренеров простимулировал. Очень хорошие, скажем так, призывы были. Просто они увидели, какая перспектива есть. Какая перспектива, да. Какое отношение у властей, у людей, великих борцов к этому турниру. Потому что Сан Саныч приехал не один, с ним приехал. Там призеры Олимпийских игр, победители Олимпийских игр, двукратные чемпионы мира, Европы, Игнатенко Александр, Алексей Колесник, победитель Кубка мира. И такие талисманы, которые приехали на этот турнир тоже. И уже вот следующий турнир, который сегодня мы проводили, почему грустно, говорю, закончился, потому что представительство было очень серьезное. В финалах боролись победители России, призеры Европы, мира. И если на первом турнире у сборной Федерации Самарской области было три победителя. Три золотые медали. Да, и было второе место и два третьих. То вот на этот турнир конкуренция была очень серьезная, представительство очень серьезное. Мы уже смогли добиться только три вторых места и два третьих. То есть приехали первые номера из каждого региона? Первые номера и, безусловно, надо отдать должность судьям. Шесть судей международной категории судили очень жестко, самое главное справедливо. Вот когда была судейская коллегия, еще на первом турнире Александр Александрович приехал и говорит, мужики, борются ребята до 18 лет. Нельзя им показать, что в этом турнире есть какая-то там подножка, которая может сломать психологически спортсмена. И сегодня в этот раз то же самое было сказано судейской коллегии. Ребята, давайте так сделаем, чтобы все тренеры, зрители почувствовали вот здесь настоящие соревнования. И вы понимаете, вот если даже не было у нас победителей федерации, хотя турнир-то здесь проходит, безусловно, это было все справедливо, честно. И команды, когда уезжали, благодарили вот именно за такой подход, когда есть возможность показать, кто сильнее на ковре, один на один, в равных, скажем так, при равных возможностях, при честном судействе, это дорогого стоит. И для нас... Александр Ильич, предлагаю, давайте сделаем сейчас паузу, посмотрим сюжет, касается как раз турнира, и затем продолжим нашу беседу. Есть еще много вопросов. С удовольствием. Давайте посмотрим. В этой схватке Глеб Михалев, борец из Самарской области, уступил сопернику из Новосибирска. Говорит, не смог удержать темп во втором периоде, соперник попался серьезный. Греко-римской борьбой спортсмен занимается уже семь лет. Здесь, как в жизни, рассказывает юноша, важно держать темп и уметь принимать удары. Впереди у Глеба еще много тренировок. Он ставит перед собой амбициозные задачи. Выйти на европейский уровень. Такие соревнования, как «Новая высота», помогают проверить себя и прокачать свои силы. Турнир всероссийский проходит уже во второй раз. Победа открывает спортсменам новые горизонты. Они получат шанс попасть в сборную команду Российской Федерации по этому возрасту. Я могу вам сказать, что двое ребят, кто боролся на турнире 2019 года, они уже проявили себе один первенство мира, второй, кто сегодня стал лауреатом, победитель Европы. Уважение к тренеру, уважение к делу, которым все мы занимаемся, и уважение к тем, кто занят с нами одним делом сначала, а к тем, кто это делает чуть лучше, обоснованное уважение, соответственно, чуть больше. В этом году в соревнованиях принимают участие 300 спортсменов из 30 регионов страны. Схватки проходят в 12 весовых категориях, от 42 до 120 килограммов. У нас есть золотые медали, первенство России, первенство Европы, первенство мира. Я нисколько не сомневаюсь, что ребята, которые сейчас пройдут через вот этот непростой турнир, потому что вы видите, география расширяется, спортсменов больше, я нисколько не сомневаюсь, что мы этих ребят увидим на небосвоне, не только российских, но и международных, и олимпийских соревнованиях, и они прославят нашу великую и могучую страну. Турнир проводится в память о знаковом для современной России человеке-строителе-благотворителе Игоре Найвальте. Под его руководством построены сотни километров железных и автодорог, миллионы квадратных метров жилья, более 30 крупных спортивных объектов и более 70 храмов по всей России. В Самаре он руководил проектами возведения железноторожного вокзала, храма великомученика Георгия Победоносца, жилого комплекса «Ладья» на Самарской набережной, которые теперь являются визитной карточкой города. Игорь Найвальт сам занимался борьбой и на протяжении всей жизни оказывал огромную поддержку развитию детско-юношеского спорта тысячам спортсменов в России. Александр Ильич, вы сказали о том, что, безусловно, дорога – это олимпийская дорога, но перед тем, как по ней идти, нужно получить звание мастера спорта. Вот этот турнир, он мастерский? Это очень ведь важно для спортсменов? Важно, но этот турнир, к сожалению, пропустили мы один год. Очень близко мы были, скажем так, можно было заявиться, попробовать на звание мастерского турнира, но это надо заслужить. Я очень рассчитываю на то, что проведение сегодняшнего турнира позволяет нам на сегодняшний день претендовать в рамках именно турнира «Новой высоты» провести у нас на следующий год первенство страны. А вот так даже? А тут уже этот отбор будет на первенство Европы и мира, и, соответственно, ребята, победившие в этом турнире, будут претендовать на мастерами спорта. Однозначно становятся мастерами спорта. Это очень важно. И, судя международной категории, мы уже это проговорили, я попросил, чтобы они на сборах начинали культивировать это. Со своей стороны мы уже написали письмо от Федерации спортивной борьбы из Самарской области, тем, что мы готовы принять первенство России в рамках «Новой высоты» и хотим, чтобы нам позволили это сделать. Осенью будет решаться этот вопрос, но уже на сегодняшний день четкое есть понимание. Наш генеральный партнер Вячеслав Валентинович Сонин вчера на закрытии объявил, что весной третья новая высота Самарской области будет проходить, пройдет. Да, потому что, сами понимаете, на сегодняшний день без партнеров очень тяжело. Это, безусловно, потому что такое масштабное мероприятие. А здесь низкий поклон, потому что ребята на сегодняшний день видят эту поддержку со стороны губернатора, со стороны вот этого генерального партнера. И нам очень приятно. Александр Иванович, мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем, потому что мы зрители. Это святое. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и мы вас слушаем. Меня зовут Ольга. Да. У меня вот такой вопрос. Моему племяннику 10 лет. Он у нас такой достаточно подвижный мальчишка. Занимается разными двигательными активностями. Мороликов катается, велосипедия. Но ничем таким серьезным, каким спортом не занимается. Но греко-римская борьба его интересует. Мы знаем, что он смотрит там соревнования разные, рассказывает нам про чемпионов. И вот мы подумаем, что, может быть, пора дать его какой-то серьезный спорт. Вопрос у меня, собственно, вот в чем. А не поздно ли в 10 лет начинать какую-то такую серьезную спортивную карьеру в греко-римской борьбе? Может быть, время упущено. И куда бы вы посоветовали обратиться? Может быть, конкретного тренера, какую-то спортшколу, там, где это будет на хорошем таком спортивном уровне. Спасибо. Спасибо большое за звонок, Ольга. Самое для меня приятное, вы сказали, серьезный вид спорта. Вот, это очень, это прям бальзам на душу. Бальзам на душу, спасибо большое. На самом деле, 10 лет – это не поздно, это как раз только еще тот возраст, когда потихонечку можно начинать заниматься. Потому что Сан Саныч пришел далеко уже за 14 лет. Карелин после 14 пришел? Да, да, да. Просто почему сейчас вот задают вопрос, сейчас вот эта мода, она довольно странная, может быть, даже такая, омолаживается, омолаживается. То есть там в 6 лет, в 5, я не знаю, только из роддома еще детей не приносят в спортшколы. Здесь вот по месту жительства, безусловно, надо смотреть, как вам удобнее. Я бы хотел попросить вас зайти на сайт Федерации, прям набирайте в интернете «Федерация спортивной борьбы Самарской области». Там выскочит название нашего сайта, туда кликните, посмотрите, там зайдете в рубрику «Греко-римская борьба» или «Вольная борьба». У нас 4 вида единоборства, которые я возглавляю под брендом спортивной борьбы. Вы можете там посмотреть фамилии именно тренеров, там по греко-римской борьбе размещены даже телефоны тренеров. Вы можете позвонить, поговорить, поинтересоваться на предмет месторасположения секции. Ну да, это важно, конечно, чтобы удобно было. И принять для себя решение, куда пойти. Тренеры, все у нас очень любящие свою работу, поэтому я думаю, что вы не останетесь разочарованы. Представительство у нас есть и в Тольятти, и в Сызране. В Самаре у нас серьезные залы. Это СКА, ЦСКА ВВС на Воронежской, на Старозагора. Знаменитый зал. Металлург, стадион, да, откуда я сам вышел. Там у нас полноценный зал такой, два ковра. Ну, наша, скажем так, визитная карточка. В Подбельске есть секции, в Кенейском районе, в Кенеле. В центре города, насколько я помню, тоже есть зал. Да, в Спартак, в Новокубежске. То есть здесь вы уже по месту жизни, я, к сожалению, не переспросил. Ну да, да, да. Где находится. Если вдруг что-то у вас не получится в социальных сетях найти наш сайт, вы можете зайти на сайт моей работы, Губернской думы, и там. Телефон моей приемной находится. Вас с удовольствием там ознакомят, как правильно добраться до этого сайта. До тренеров, которые с распростертыми руками сейчас с 1 сентября. Будут как раз принимать новых ребят. Пользуясь случаем. Ребята, смотрите на те примеры, которые сегодня живут в Самарской области. Ребят, которые стали победителями Европы, мира. В 2019 году парень, Максим Скуратов, получил квартиру. Вчера, если позавчера вы обратили внимание, на открытие Павел Белкин получил сертификат на покупку квартиры из рук Александра Александровича Карельного и Вячеслава Халентиновича Сонина. То есть это было мной обещано, когда я возглавлял, пришел, возглавил Федерацию спортивной борьбы. Я сразу сказал, победители мира, Европы будут обеспечены ценными подарками и призами. И это действительно ценные подарки? У нас был чуть раньше результат. Ребята сурдоолимпийцы, которые тоже становились... Павел Кузьменков был вторым и был победителем у нас. Они тоже были обеспечены и жилой площадью, и автомобилем. То есть на сегодняшний день, благодаря реальной поддержке со стороны области, со стороны нашего генерального партнера, мы имеем возможность... Достойно оценить? Достойно оценить труд. И этот труд, это пот и кровь спортсмена, который идет через тернии к звездам. А эти звезды нам нужны. Потому что, знаете, здесь я уже процитирую, Сан Саныч один раз в своем приветственном слове сказал о том, что все страны дают равную возможность спортсмену участвовать и становиться победителями. И только Россия готовит чемпионов. Блестяще. И Самарская область. Также Федерация ставит задачу готовить чемпионов, победителей. Дерзайте, приходите в наши секции. Мы будем прикладывать все усилия со стороны властей, со стороны членов попечистского совета, чтобы комфортное занятие спортом и победы ваши вознаграждались. А потом, видите, насколько важно это просто для человека. Предположим, не все же становятся чемпионами, но это сильный человек, это здоровый человек, это уверенный в себе человек. Но это настолько важно. Вы сами это прекрасно понимаете. Спорт дает стержень, закаливает. Закалка такая у человека. Она ему помогает не сломаться. Потому что вот проиграл какие-то соревнования, ты начинаешь работу над ошибками проводить и готовишься к следующим соревнованиям. Когда ты выходишь в эту жизнь непростую, но очень интересную, человек, который проходил вот эти вот моменты взлета, падения, он однозначно адаптируется к поражению в жизни. Они неизбежны. Рассмотрит, да, все эти минусы, плюсы и потренируется в переносном смысле слова и пойдет дальше к намеченной цели. Александр Ильич, вот кстати, если говорить о развитии борьбы, вы руководите областной федерацией. Вот что нужно делать для развития борьбы, на ваш взгляд? Потому что время сейчас непростое, время сложное, вы прекрасно понимаете, много соблазнов и так далее. Да, много появляется новых видов спорта и, конечно, конкуренция здесь большая. И здесь наша федерация тоже перед собой ставит такую задачу, элемента, как правильно преподнести, как ту же рекламу, скажем так, того же мероприятия провести. Показать вот эти вот примеры поощрения спортсменов, тоже немаловажный такой момент, но, наверное, в первую очередь через живые примеры, да, подходы, вот опять, которые мы применяем, сейчас применили там социальные сети и еще интеграция. Вот опять же, спасибо вашей компании, которая сегодня именно пропагандирует через свою передачу «Здоровый образ жизни», да. Мероприятия, которые реально позволяют ребят с улицы привезти в спортивные секции. На таких замечательных, вот такие замечательные встречи. Александр Александрович Карелин, он же остался после открытия, он с каждым сфотографировался, оставил автограф на память, поговорил. Понимаете, это же тоже элемент, скажем так, живого примера общения, и я очень радуюсь, когда он в своем таком очень плотном графике находит возможность раз в год приехать на территорию Самарской области. Не каждая область может этим похвастаться, а мы очень рады и искренне благодарны ему за возможность, опять же, его приезд в наши секции дает такой новый импульс развития. Конечно, это новые дети. Да, новые дети, и вы, вот только мы с вами говорили перед началом, обсуждали, он приезжал в Кенейский район, в Кеней, в Сызр. Да, ведь он приезжает в малые города. То есть мы едем туда, где искренне ребята живут в портах. Где для них это чудо, на самом деле. Приехал Карелин, да. И вот приехала легенда, да, легенда реальная. К нам вот сюда. Это очень здорово. И вот Дмитрий Игоревич как раз он культивирует эти вещи, он старается тоже таких знаменитых людей привлекать на территории Самарской области. Вот мы ведем там уже разговор о том, как все-таки построить дворец единоборств, да, чтобы там было дзюдо, самбо, спортивные борьбы, борьба Самарской области, то есть греко-римская. Давно необходимый, я сам занимался борьбой. Вы правы, и я нисколько не сомневаюсь, что, опять же, при поддержке таких людей, как Сан Саныч, Дмитрий Игоревич, возможности, скажем так, привлечь федеральные средства на этот вид спорта тоже будет чуть больше. Если у нас первенство России на следующий год пройдет, то однозначно нам нужно будет заложить камень дворца единоборств. Будем надеяться. Сан Саныч, совсем немного времени, а хотелось бы еще узнать, какие вопросы осветить. Важный вопрос. Вы сказали о поддержке молодых, я вас услышал, то есть как удержать талантов. Вы очень четко сказали, надо вовремя его простимулировать, чтобы его не переманили, потому что, ну, известная история. Как работать с ветеранами, и как вы работаете с ветеранами, потому что их нельзя забывать, когда человек закончил карьеру. Я благодарен вообще нашим ветеранам, и Маханек, и Бочкарев Владимир Андреевич. Вот как только появилось вот это ветеранское движение, стали проводить соревнования по ветеранам. Мы это направление стали, безусловно, сразу поддерживать. Добраться до мероприятия, отбороться, простимулировать, чтобы, ну, скажем так, в свой карман не залазили наши ветераны. У нас на сегодняшний день... То есть бороться по ветеранам? Бочкарев, они шестикратные чемпионы мира. По ветеранам. По ветеранам. И, безусловно, когда выходит ветеран, там, он и так мастер спорта, там, скажем так, победитель, там, да, СССР. Тогда же сложно было. Да нереально, скажем так, везер страны, там. И они выходят на ковры, на ковер с нашими ребятами, а еще я прошу их частенько на соревнования вот это все одевать на себя. И он выходит там, вот эти медали с чемпионатов мира, медали еще своей молодости, грудь вся вот в орденах. Безусловно, вот эта связь поколения, она помогает нашей федерации. А мы всячески, конечно же, стараемся какие-то мероприятия проводить, в том числе и застольные, что сближает нас. Ну, конечно, конечно. Вот до пандемии у нас и Новый год проходил каждый раз. Мы подводили итоги и чествовали в том числе наших ветеранов. Тренеров, безусловно, те, которые год хорошо себя зарекомендовали, дали результаты. Наша федерация на сегодняшний день и стипендии выплачивает спортсменам, тренерам. И наши ветераны, безусловно, с нами. Александр Ильич, и крайний вопрос на сегодняшний день. Совсем кратко. Адаптивный спорт, люди с ограниченными возможностями. Вот что с ними? Вот я уже прокомментировал. Это люди, которые с проблемами со слухом. У нас есть секции, у нас есть тренеры. Два тренера, которые ведут это направление. Да, вот Вячеслав Алексеев, заслуженный тренер РСФСР, который не побоялся. Пошел в это новое направление, которое на сегодняшний день имеет результат. Мы были и второй, и третий в командном зачете в России. И у нас есть победитель сурдолимпийских игр и призер сурдолимпийских игр. Это все те же привилегии, как к олимпийским чемпионам и паралимпийским чемпионам. Это серьезное достижение. Это очень серьезное. Я благодарен им за это направление. Это не просто вести людей с проблемами со слухом. Это сложная работа. Александр Ильич, прошу прощения, подсказываю, что время программы подходит к концу. Большое спасибо, что уделили время. И я надеюсь, что мы с вами еще вновь увидимся. Очень много есть о чем поговорить. Вам большое спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Александр Живайкин, президент Федерации спортивной борьбы Самарской области. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Всего вам доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова